Данил Медведев устроил настоящее русское чудо на EOS Open 2021. Победа новоиспеченного обладателя большого шлема над Новоком Джоковичем стала сенсационной и исторической. Как раз такой, после которых обычно растет число желающих отдать своего ребенка в спорт. О том, насколько это перспективно в Тюмени, попробуем разобраться. Мне очень нравится. Уважаю теннис. Теннис в России, несомненно, пользуется огромной популярностью. И наиболее активные всплески ее, как правило, приходятся на самые удачные выступления наших соотечественников. Правда, есть одно небольшое «но». На Олимпийских играх в Токио пять человек из состава ОКР живут и тренируются далеко за пределами родины. И только трое в Москве. Мы решили узнать, как с большим теннисом обстоят дела в Тюмени. Возможно ли здесь воспитать потенциального обладателя большого шлема. И самое главное, попробуем разобраться, почему же мастера ракетки все чаще предпочитают жить и тренироваться за рубежом. Сейчас в Тюмени научиться играть под руководством настоящих профи можно в трех локациях. В городской спортивной школе номер один, в теннисных центрах на Бабарынке, а также на улице Народной. На базе последнего завершается укладка 16 кортов. Для Тюмени это вообще огромный скачок будет в теннисе. Не только для Тюмени, но и для всего вокруг региона. Потому что уже мы здесь проведем большое количество соревнований. И вся округа, и Екатеринбург, и Пермь, и Новосибирск, они приезжают к нам на эти соревнования. Только на Кубок Сибири приезжали Евгений Донской и Андрей Кузнецов, которых сейчас можно увидеть на имбулдоне. А тюменец Владислав Дубинский 10 лет назад обыгрывал новоиспеченного обладателя большого шлема Даниила Медведева. Мы два раза на самом деле с ним играли. Но один раз играли на грунте, это всегда было не его покрытием. Мы в то время тоже. И там 6-1-6-1 я его обыграл. Но в том же году мы играли в зале на Торофлексе, это очень быстрое покрытие. И там уже я проиграл. Но еще в то время было видно, что он заиграет. Ну, я знал, что он будет играть хорошо, что настолько хорошо, конечно, никто не догадывался. Но я думал, что, может быть, в сотку войдет. Если не повторить успех Медведева, то хотя бы ставить перед собой такую цель полное право имеет воспитанник Тюменской школы тенниса Григорий Гордеев. Правда, уже несколько лет первая ракетка страны среди 17-летних юниоров вынуждена тренироваться за пределами области. Спарринг-партнеров в Тюмени нету, поэтому за спаррингом я уезжаю либо на турниры, либо в Рязань. Три года назад я как-то приехал туда летом на турнир и попал в команду в Рязанскую на бюджетной основе. И начал там тренироваться, мне понравилось. Я на сегодняшний день уже как бы не могу ему создать, как бы сказать, немножко конкуренцию. Ну же вот, я соя уже отыграл, поэтому вот. Впрочем, постоянными переездами в большом теннисе никого уже не удивишь. Для нашей страны это явление распространенное и вполне объяснимое. Тренироваться в России очень проблематично на самом деле, если именно профессионально. Потому что это, во-первых, и дорого, и нехватка тут, и спаррингов хороших. То есть тренера-то есть, а именно вот спарринги, то есть игроки, которые нужны для совершенствования уровня, их в России мало. Поэтому все, вот даже наши русские, они в основном тренируются в Испании. Я в свое время тренировался в Испании. Найти в России достойную альтернативу европейским школам получится вряд ли. Но проверить свои силы на юниорском уровне можно. Опыт в Москве лично мне нравится больше заниматься, потому что, как по мне, там больше возможностей, больше турниров. Все тренировки, они одинаковые, просто в Москве больше игроков с кем можно спарринговаться, играть, тренироваться. Мы отбиваем мячики, разножка, вот мне нравится. Еще самое главное, я люблю, когда подбрасываю вверх мячик и вот так отбиваю. Это будет серьезное решение, потому что здесь все-таки и наша работа, несмотря на то, что если у нее будут какие-то успехи, не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Сейчас на данном этапе очень тяжело сказать. Папа за, мама немного против. Папа, наоборот, за то, чтобы я покинул Россию побыстрее и начал уже тренироваться где-то в другой стране. Здесь дело в возможностях, понимаете, теннис, потому что это вид спорта не дешевый в любом случае. Поэтому здесь как бы все зависит от возможностей, конечно, в первую очередь родителей на сегодняшний день. Можно заиграть на российском уровне, тренируясь в России, и также можно заиграть и на международном уровне, если усердно работать и пахать. Продолжение следует...